Я на даче, привезли меня сватья, Санек занятый, а я набрала клубнику, перемыла ее, и видите, я что делаю? Я буду сейчас ее сушить, потом буду сушить мелису, мяту, ягодку, может, еще какую, душицу, и буду собирать чай. Вот это мне все переработать надо. У нас с последним дождем пришло похолодание, поэтому я даже в теплой тужурке и даже бы надела кофту с теплым рукавом. И даже бы надела я сейчас кофту с длинным рукавом, потому что холодно. Руки даже холодные, я в теплых штанах, коленки испачкала. Потому что пока собирал клубнику, споткнулась, а проволоку, которую поставил Александр Иванович, когда закрывал грядки, не убрал, и ее не видно было в траве, и я щучкой через эту проволоку прямо лицом в малину. Ладно, хоть не ободралась. Мы куда едем? Куда мы едем? Мы едем куда? На ногти. Мы на ногти едем. А ногти у нас не там? Нет, у нас вот сейчас мы выезжаем. Да? И ногти. Твоя любимая дорога. Набрала маме клубничку. Где она там? Там у нее. Да, вот. Следующий раз папе наберешь. А помойки, вот сами видите, это бич, наверное, нашего времени. Вон, видите помойки все? Какие страшные. Не было еще ни разу, чтобы вот мим проехали, и помойки были чистые и убранные. Ни разу я не видел. Ни разу. Я говорю, столько лет, вот сколько мы лет, уже живем давно. На нашем вот жизненном пути мы всякие, всякие раз... Всякие помойки видели. Нет, ну не всякие помойки видели, а разные эпизоды жизни у нас были. Когда мы были молодые, у нас была дочь маленькая, Саша, мы в однокомнатной квартире жили. Саша выносил мусор утром перед работой. Приезжала машина определенное время, и он выносил мусор. Тогда еще, наверное, мусорных мешков не было у нас. Он в ведре выносил мусор. Отдавали, по-моему, на машину. Он наверху там сидел. Да, мужик наверху сидел и брал у каждого ведро и высыпал этот мусор. Было так. Потом стояли контейнеры. Когда мы уже вот работали, я в ЖЭУ работала. И дворники за этими контейнерами ухаживали. И не было у нас такого, что твердый бытовой мусор, не твердый. А все убирали. Да, дворники все убирали. А сейчас распределили. Машина приходит, из контейнеров высыпят. А то, что рядом с контейнерами лежит, это не наше. Ну, твердый мусор, видишь, это уже не это. А я про что и говорю. Не до управления. Я говорю, вот и платим, говорю, такие деньги за мусор. И еще и лицезреем вот это неприятное все это зрелище. Кто это все придумал? Вот в глаз бы дала. Точно. Так, дорогие друзья, приехали на дачу. Заезжали в Победу. Сейчас я вам покажу, что купили в Победе. Купила себе и матери тоже. Вот по такому кусочку. Карбонат. Мы так поняли, привоз был хороший. В Победу много всякого. А бытовой техники полно, да, Саша? Угу. Это он в Кротовском купил. Булочки. Так, в Победе купили. 109 рублей. Шампиньончики. Пасту себе купил. Че? Где только это? Колбаска Мираторг. Булочки. Газ. Контейнеры универсальные. Перчатки. И две досочки на дачу. Вот такие вот. Мамке купила ведро. Сетевой фильтр. В общем, вот, посмотрите, цены. Ну, и в пекарне заехали. Курнички. Тоже. Родственником купил для себя. Это так угостил, да, Толика? И мне сказал, Гуль, Толя, мне напомни вот. Напомни. Все? Да, у всех память прям хорошая. И ты с таким этим самым подумал, что Толя уехал домой с луком. Да, и пакет-то взял. А что с этими одними? Ой, пакет взял. Он свой пакет взял своими манатками на послебане. Короче, понятно. Салат и... И все еще, главное, ты так плохо упаковал. Руку надо закрывать. Ну, она закрыть обрезал корни и это все взял. Эх, Семен Семенович. Ну, Семен Семенович. Вот так вот. Не шуршите. Вчера вот так вот сушила я. Готовлю. Чай на зиму. Клубнику резала. Здесь мелисса, мята и листочки смородины. Мне вот это вот надо полное, чтобы было. Зелень еще буду сушить. У Люды наберу. Люда сказала, там у меня полно. Вот. А сейчас мы будем кушать. Я по дороге курдик уже один съела. Не выдержала, кушать хотела. Съела. Так. Сейчас я вам покажу маникюр, какой у меня в этот раз. Вот такой вот. Мерцающий. Ну, давай, Ирина, иди вперед на грядки. Посмотрите, какой красивый медальончик у этого карбоната. Вот столько стейков. По два. И два сегодня на ужин пожарим. Так, девочки, перчатки. У меня эска. Самый тон. Здесь нигде не написано. Не знаю, как на большую руку натянете. Нет. Эска, эмка еще пойдет. Десять. Десять штук. Пять пар. Победа. Например, топ женский Эрай за 399 рублей. У нас селись зеленым. На первое мясо, чтобы сила говорили. Или второе мясо. На третье тоже мясо. Обеды сытные, мясо фермерское, село зеленое. В ленте свежесть в каждой покупке. Каждое утро мы получаем свежее отборное мясо от проверенных поставщиков. Попробуйте телегрух индейки охлажденные. 449 рублей за килограмм. В ленту. Не ждите первого июля. Ловите жаркие скидки. И до 300 тысяч рублей на все и для всех. Квартиры в ЖК перемена. Меняем жизнь к лучшему. Кушаем проект. 331-3000. Еще один повод открыть Сбермаркет. Заказывайте из любимых ресторанов и получайте бургер в подарок. Сбермаркет. Доставляем от 25 минут. Платите меньше. Спелая голубика. 89,90. Пятерочка выручает. Да. И скажу, почему? Московская кофе именно поярк. Кушеньки захотели. Мы. Сделайте огонь чище, пожалуйста. Огонь чище сделайте. А то же чуть-чуть. Да что это? Ты меня что, учишь что ли? В жизни что ли? Ну, как же, а если что? Руку вот намыли. Ой, вода холодная. Сейчас вот по такому стейку рубанем и всю ночь будем переваривать. Воду пить, да? А? Воду пить. Кто как? Кто воду пить? Кто в туалет бегать? Ха-ха-ха. Вот ты. Красавец. Вредная пища. Ай. Наинога можно же вредной пищи поесть. Да, что-то денег приезжать. Сейчас я там уберу, Саш. Манатки свои. Манатки сейчас приберу свои. А ты чем-то не занимался-то? Где? Там. Виноград. Обтовоковал. Что-то ходил-бродил там. Виноград обтовоковал. Ну, что за слово такое обтовоковал? Тиканил. Это еще что такое? Обрезал. Вот так и скажите. Вчера-то вот я там свет включила, да? И вязала до пол первого ночи. Но. А я тебе, разве, не забрещаю... Так ты храпеть будешь, разве разрешишь мне при свете сидеть? Почему? Я разрешу. Тебе храпеть буду, разрешу. А что, при свете будешь спать? И что же? Ну, правда, что ли? Ну и ладно, спасибо, Инаиль. Я не буду спать, иначе не буду. Усну, значит, усну. Так. Собираем анатки. Ну, наверное, все, что ли? Что? Я вот закрою-то. Закрываю уже, ничего поливать не будем, уже все, вечер уже. Санек вот часы сегодня вот повесил. Мы теперь будем знать, сколько времени здесь. Они в бане были, что ли, часы эти? Они, да, в бане, да. В тихушку в гараж их вывез. Это очень серьезное, очень следственное решение. Оно, безусловно, социально справедливо. Оно удержит на рабочих местах. И значительно у тех пенсионеров, которые сегодня просят еще немного поработать, помочь молодежи, побыть наставниками. Так, все, рук не хватает. А мы поехали в город. Александр Иванович поедет залечивать свой зуб за 7 тысяч. А я нарвала Катюшке лаванду. Сейчас на работу ей завезем. Пусть нюхает и не нервничает. Лаванду успокаивает. Нам сегодня обещали дождь. Видите, что там? Ну, он уже вот гуляет. Вот там вот дождь-то, я не знаю. Может, обойдется. Уже то дождя не было. Теперь заколебал этот дождь. Сегодня открыли огурцы. Увидели проблему. Я так понимаю, что это паутинный клещ. Листья стали портиться. Еще огурцов толку нет. Уже листья портятся. Так что нам дождь сегодня не нужен. Нам бы вечером сегодня брызнуть фитовермом. Фитовермом. У меня это есть. Так что сегодня надо развести и брызнуть. А брызнуть так, чтобы дождь не пошел. Пока Саша будет зуб ремонтировать, я сейчас приготовлю кушать. Чтобы на даче не готовить. А вечером вернемся. Какое небо страшное. Голубое. Очень голубое. Лишь бы града не было, как у людей. Посмотришь, вон град какой выпал. Ну вот опять я на даче. Сегодня я на даче одна. Иду дальше собирать остатки клубники. Также мне надо продолжать сушить. На улице сильный ветер и холодно. Я в теплой жилетке с длинным рукавом. И что-то мне холодновато. Так. 15, 16. 16 градусов. Что-то прям это чувствительно. Вот эти две грядки я ремонтантной клубники обработала. Усы обрезала, кое-где оставила, чтобы прирастить. Это не ремонтантная клубника. Тоже мне ее нужно сейчас всю просмотреть. Где есть клубничка, собрать и обрезать. Если она уже не будет плодоносить, то мне надо ее уже обрезать. Посмотреть, где усы есть. Потому что ту клубнику мне нужно будет убирать. И надо где-то искать место, чтобы ее опять вновь рассаживать. Чтобы на следующий год не остаться без клубники совсем. Хлотновато, да? Видите, ветер. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня даже, говорю, некогда было взять телефон, еще что-то поснимать вам... Прохладно... Вот... Обработала клубнику... Видите, сколько наработала... Две грядки... И вот это тоже... Оставила усы... Полила... И завтра... Какие-то усы я... Прикреплю... Сегодня уже сил нет... Я закрыла даже перцы... До такой степени стало прохладно... Я полила и прикрыла... Огурцы вообще не открывала... Я посмотрела... Они мокренькие... И не стала ничего трогать... Вот... Полила... Потом... Ягодку какую я собрала... Намыла... Мелиссу... Так... Собрала мяту с мелиссой... Сушу... Я всю зелень мою... Потом... Вытираю... Промокаю как бы тряпочками... Как красиво... Маникюр... Смотрите... Вот... Мелисса... Мята... Здесь у меня... Потом у меня... Ромашка здесь сушится... Здесь у меня... Смородные листочки... Тоже все мыло... И... Клубочки... Это все... На зиму чай... Успокаивающий... Вот... Буду сушить... Ух ты... Так... Сколько мне тут... Шесть часов... Да... Ну... Наверное... Перед тем как спать лечь... Наверное зелень уберу... А здесь... Ягоды оставлю сушиться и спать лягу... Она сама потом отключится... Саша достал опрыскиватель... Меня хотела обработать огурцы... Какие-то пятнышки появились... Но... Послушала блогеров опять... Сказано, что холодную погоду лучше не обрабатывать... Фитовермом... Завтра должно быть уже потеплее... Завтра обработаю... Я все время забываю... Как она у нас называется... Победа... О... Победа... Вот... Так... В бане тепло... Потому что сушилка работает... А мне уже пора... Наверное... Закрываться... Вечер уже... Соседей нету никого... Поэтому... Позапираемся... Паню я потом закрою... А я вот видите... Перемыла еще укропа... Сколько... Лука... Это все переработать надо... Вот... Еще и полы... Успела... Протереть... Чтобы спать... Мне спокойно лечь... Вот... Так что... Мне вот осталось немножко лучка дорезать... И... Весь бардак это убрать... И наконец-то поужинать... Поужинать... Да... Поздновато... Ну... Никуда не денешься... Дела... Проснулась на даче... Помыла голову... Нарядилась опять в куртку... Уже дома... Я так сижу... Представляете... Ой... Прохладно... Что говорить... Вчера я обогревалась... Кондиционером... Потом... Немножечко включала... Конвектор... Конвектор вот включала... Повязала вчера немножечко... И... Уснула сладенько... Сегодня... Солнышко на улице... Ну... Такой витрино... Витрино... Вообще... Я... С сушилки сняла зелень... И... Не стала даже нести... Это надо прикрывать крышкой... Чтобы не раздуло... Думаю... Оставлю в бане... Потому что там досушивается еще ягода... Я оставляла на 4 часа... Ночью выключилась... Сегодня начала снимать клубничку... Смотрю... Она немножко такая... Ну... Как вяльная... Я еще включила... Часа на 2... А сейчас приготовила себе завтрак... Завтракать буду здесь... В доме... Не пойду на веранду... Блинчики у меня здесь с мясом... Ермолинские... Вот и чаек заварила... Вытащила мяско... Что-то надо приготовить... Кушать... А ветер отломил... Веточки... Я их сюда поставила... Красиво... Вчера свах вечером звонила... Спрашивала... Не боюсь ли я... Ну... Немножко так неприятно... Потому что... С этой стороны соседей нету... С той стороны соседей нету... Напротив соседей никогда не ночуют... И... С правой стороны соседи тоже уехали... Так что я в своем периметре была одна... Ну... Я вечером закрылась... И все... И больше не выходила... Закрыла все окна... И в домике сидела... С закрытыми окнами... Все нормально было... И уснула потом... Все хорошо... Все хорошо... Заварился что ли... Чайок-то у меня... Сейчас Саша приедет... Так... А у меня сметанка есть? Сейчас посмотрим... Сметанка у меня есть... И... Вот это здесь... Сметанка старенькая... Надо убрать уже... Баночка еще пригодится... Не выпрасываю... Помою... И сохраню... Ну... Всего приятного аппетита... Кто завтракает вместе со мной... Ветер это что-то... Ветер это что-то... Я вас засекла... Приготовила вкусный обед... Повторила солянку... Да... Солянка прям много разошла... Так что картошка ни грамма не мешает... И мне особенно в первых блюдах нравится мятая картошка... Не знаю как вам... А я галыши не люблю... Вот... Хотела сейчас позвонить... На мегафон... Мегафон пишет... Не зарегистрировано в сети... Здесь... Билайн лучше ловит у нас... Чем мегафон... Хотя... Все хвалятся... Говорят что... Мегафон... Везде все хватывает... Ага... Сейчас... Вот... Александр Иванович сегодня чем занимается... Удаляем старую клубнику... Вот... А я сегодня пришпилила... Ну хвостики какие более-менее я сегодня пришпилила... К вечеру сегодня еще раз полью... Малинка спеет... Катя посмотрит может видео... Ну как она посмотрит... Малинка начала спеть... Сейчас по званию с Билайна люди... Если они еще не обедали... То пусть приходят... Сейчас я вам покажу... Санек сегодня селедочку привез... Вот... А у меня вот такое будет жаркое... Со свининой и с шампиньонами... Сейчас залью горячей водичкой... И солянка... Благо... Здесь у меня колбаса трех видов... Сосиски даже двух видов... Потом копченая колбаска... И... Докторская колбаска была... И плюс еще... Куриная грудка... Но куриные грудки... Бульончик... Так что... Вот... Сейчас уже буду убирать... Осталось мне вот залить водичкой немножко... Чтоб картошка потушилась... И буду разделывать селедочку... И здесь порядочек немножко на виду... Так что вот такие вот дела... У нас сегодня... Но ветер это вообще... Я не знаю... С ног сносит... Сносит прям... У нас здесь даже этот... Скрипит... Полик Рыб Иванович мне принес малинку... Крупная такая... Походу от соседей приблудилась... Сейчас Люда с Валерой придет... И пусть картошечка тушится... Ты мой, так хорошо! Как мне надоел этот ветер. Вчера целый день. Ирина Викторовна домой едет. Да. Выпустили ее с дачи. Выпустили меня. На побывку меня отпустили. Но ненадолго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok